МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Программа подробного в эфире телеканала 24КЗ. Здравствуйте! На выходных сразу в нескольких городах Бразилии прошли акции протеста местных жителей, которым не нравится величина расходов на предстоящий чемпионат мира по футболу. Протестующие вышли на улицы Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу и других городов. Если в Рио число митингующих не дотянуло и до 300, то в Сан-Паулу их насчитали более 2,5 тысяч. Чем недовольны бразильцы и что вообще представляет из себя предстоящий чемпионат мира по футболу? Узнаем сегодня в программе подробно. Мундиаль в Бразилии станет 20-м по счету чемпионатом мира. Он должен начаться 12 июня и завершиться через один месяц и один день. В стартовом поединке сойдутся хозяйка чемпионата Бразилии и сборная Хорватии. Матч состоится в Сан-Паулу, а финал чемпионата примет стадион Маракана в Рио-де-Жанейро. Собственно, Бразилия была единственной южноамериканской страной, которая была реальным претендентом на проведение чемпионата мира. Еще в 2003 году все другие страны континента ее поддержали. Лишь Колумбия пыталась выдвинуть свою кандидатуру. Но печальный опыт 1986 года, когда страна не сумела провести чемпионат мира, из-за чего его вынуждены были перенести в Мексику, поставил на планах Колумбии крест. Бразилия не первый раз принимает данный вид соревнований. Впервые право провести чемпионат мира страна получила в 1950 году. Тогда победителем стала команда Уругвая. Футбольная сборная Бразилии уступила уругвайской дружине в решающем матче со счетом 1-2. Всего в финальной части мундиаля 1950 года принимало участие 13 команд. Наименьшее количество за всю историю чемпионатов мира. Предстоящий мундиаль отличается внушительным призовым фондом. Победитель чемпионата получит 35 миллионов долларов. Обладатели второго и третьего места заработают 25 и 22 миллиона соответственно. В целом призовой фонд чемпионата мира в Бразилии составит 576 миллионов долларов. Это на 37% больше, чем на чемпионате мира, который проходил 4 года назад в ЮАР. Тогда на премии футболистам выделили 420 миллионов долларов. В финальной части предстоящего чемпионата сыграют 32 команды. 8 из них уже завоевали звание лучших на планете. Это сама Бразилия, а также команды Италии, Аргентины, Германии, Англии, Испании, Франции и Уругвая. Что касается дебютантов, то впервые на первенство провелась команда Боснии и Герцеговины. Отборочный турнир на чемпионат мира завершился в прошлом году 20 ноября. Казахстан, который принимал участие в отборочных матчах, не сумел пробиться на мундиаль. Из группы СИ, в которой была наша страна, вышла только сборная Германии с первого места. К предстоящему чемпионату мира было выбрано 12 стадионов. Один из них, в Сан-Паулу, вскоре был исключен из числа арен первенства. Вместо него в городе возвели новый стадион клуба «Коринтианс». Он и примет матчи чемпионата. Официальный мяч мундиаля по итогам голосования болельщиков получил название «бразука». В бразильском варианте португальского языка слово «бразука» является синонимом слова «бразилец», причем имеет положительный оттенок. В голосовании участвовало более миллиона болельщиков, и слово «бразука» победило, набрав порядка 70% голосов. Возвращаясь к протестам, стоит отметить, что они начались еще летом прошлого года. Тогда в них приняло участие порядка 200 тысяч человек. Протестанты заявляют, что в стране есть более важные проблемы, чем организация чемпионата мира. В частности, протестующие недовольны социальной политикой, коррупцией и всесилием полицейских. При этом проведение чемпионата мира обойдется стране более чем в 27 миллиардов бразильских реалов, или около 12 миллиардов долларов. Демонстрации уже окрестили «уксусной революцией». Дело в том, что митингующие приходят на акции протеста с уксусом, который помогает снизить последствия воздействия слезоточивого газа. Еще одно название у протестантов – 20-процентная революция. Именно на 20% были повышены цены на проезд в общественном транспорте, что также стало причиной протестных выступлений. До старта чемпионата мира по футболу в Бразилии осталось около пяти месяцев. За это время правительству страны необходимо решить множество вопросов для того, чтобы футбольные сражения Мундиаля не переросли в сражения боевые. Это была программа «Подробно». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова